Видео уроки фотошопа Приветствую всех в новом видео уроке, на связи Алексей Кузьмичев Как вы помните, в прошлом месяце я с вами начал разбирать самые простые и интересные фотоэффекты для обработки ваших снимков И сегодня у нас следующий урок из этой темы Мы с вами будем разбирать эффект под названием Early Bird Данный эффект позволяет добиться красивых желто-коричневых оттенков на фотографии Поэтому я для работы выбрал именно вот этот вот снимочек Вы можете взять любую свою фотографию и попробовать выполнить те же действия, что и я Итак, давайте начнем Первым делом нам с вами необходимо создать корректирующий слой карты градиента Щелкаем на кружочек вот здесь вот И выбираем корректирующий слой карты градиента Здесь щелкаем по шкале и выбираем стандартный градиент от фиолетового к оранжевому Так, нажимаем клавишу ОК Убедитесь, чтобы в тенях у вас были фиолетовые оттенки, а свет был оранжевым Если у вас наоборот, то просто поставьте галочку инверсия здесь Так, закрываем данный корректирующий слой и меняем режим наложения на умножение Понижаем прозрачность слоя до 20% примерно И у нас должен появиться вот такой вот легкий фиолетовый оттенок на нашем снимке Далее давайте создадим еще один корректирующий слой Щелкаем сюда Выбираем яркость контрастность Увеличиваем яркость изображения примерно на 15 или 20 даже И также увеличиваем контрастность примерно до 30 Вот таким вот образом Закрываем данный корректирующий слой И создаем корректирующий слой заливка Или цвет На самом верху он у нас находится Щелкаем сюда И в окошечке, где нам нужно задать номер цвета, пишем FDF1D5 Это светло-бежевый цвет Нажимаем ОК И режим наложения также поставим на умножение Данный слой поможет нам придать еще больше теплых тонов на наш снимок Как видите, до и после Следующим шагом создаем еще один корректирующий слой На этот раз это у нас будут уровни Выбираем И немножечко осветлим наш снимок Перетащим средний ползунок чуть-чуть влево Примерно до значения 1.30 Я думаю, вот так Переходим теперь в красный канал вот здесь И чуть-чуть сместим нижнюю шкалу вправо Чтобы добавить немножко красных оттенков на фотографию Примерно до значения 15 Вот таким образом Закрываем данный корректирующий слой Далее нажимаем комбинацию Shift-Ctrl-Alt-E Чтобы создать объединенную копию всех наших слоев Так, она у нас оказывается на самом верху Нам с вами необходимо ее обесцветить Нажимаем комбинацию Shift-Ctrl-U Либо это можно сделать через пункт изображения Коррекция и выбрать здесь пункт обесцветить Так, меняем режим наложения этого слоя на мягкий свет И понижаем прозрачность примерно до 50% Вот так Таким образом мы создали еще дополнительный контраст на фотографии Далее, чтобы почерпнуть модель на нашем снимке Я хочу добавить небольшую виньетку Для этого будем использовать новый пустой слой Щелкаем сюда И заливаем черным цветом этот слой Нажимаем Alt-Del Так, теперь добавляем к данному слою маску Щелкаем сюда И выбираем инструмент Gradient Стиль для градиента ставим радиальный И цвет поставим черно-белый Вот таким образом Теперь выбираем маску верхнего слоя И с середины Вот таким вот образом Заливаем эту маску градиентом Так, у меня включена инверсия Давайте ее отключим И повторим то же самое Вот теперь так как нужно Понижаем прозрачность Виньетки примерно До 70% Вы можете поставить здесь другое значение В зависимости от вашей фотографии То есть какой эффект вам больше понравится Так, ну и теперь давайте немножечко смягчим тени Для этого будем использовать корректирующий слой Экспозиция Выбираем его И чуть-чуть перетащим ползунок сдвиг вправо Примерно до значения Примерно до значения 0,0083 Вот таким образом Как видите на фотографии появилась такая интересная дымка Ну и финальным шагом можно немножечко усилить резкость на фотографии Для этого нам сначала необходимо создать объединенную копию всех наших слоев Нажимаем комбинацию Shift-Ctrl-Alt-E И теперь переходим в пункт фильтр Усиление резкости Контурная резкость В зависимости от вашей фотографии Настраиваем здесь значение Чем больше у вас размер вашего снимка Тем соответственно вам нужно поставить больше радиус В данном случае у меня лучшие настройки это Эффект 150% И радиус 3 пикселя Нажимаю клавишу ОК И вот наш финальный результат Давайте объединим все получившиеся слои в отдельную группу И посмотрим что получилось Итак, вот фотография которая у нас была в самом начале видео урока И вот чего мы добились в процессе ее обработки Получите бесплатный видеокурс Профессиональные техники тонирования и цветокоррекции фотографий Жмите на кнопку получить курс